Уничтожение культурного наследия Украины. С первых дней полномасштабного вторжения России историки, краеведы, библиотекари и музейные работники пытаются сохранить артефакты и произведения национального искусства. Многие увозят подальше от зон боевых действий. Памятники архитектуры и объекты культурного наследия перенести невозможно, поэтому их закрывают от вероятных ракетных ударов. Так, в Одессе памятник Дюку де Ришелье обложили мешками с песком, а витражи Львовского собора закрыли металлическими листами. Массированными обстрелами российская армия уже уничтожила или повредила около четырех сотен домов культуры, библиотек, театров, храмов, музеев. Об этом подробнее далее в нашем материале. Российские войска полностью сожгли все книги из библиотеки храма Петромогилы в Мариуполе. Некоторые уникальные украиноязычные экземпляры потеряны навсегда. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Храм Петромогилы внесен в книгу рекордов Гиннеса Украины за самую большую петриковскую роспись. По данным Андрющенко, россияне готовятся либо снести саму церковь, либо переформатировать ее под каноны РПЦ. После визита московских агентов ФСБ в Рясах стало известно, что в храме УПЦ Петромогилы по наводке и присодействии попов РПЦ в Мариуполе была изъята и сожжена во дворе храма вся обширная библиотека, собранная волонтерами и благотворителями. Петр Андрющенко, советник городского головы города Мариуполь. Из телеграм-канала Андрющенко Тайм. Это еще один из объектов, который был уничтожен в результате обстрела Святогорской лавры в Донецкой области. После попадания снаряда российской армии сгорел дотла старинный Всехсвятский скит. Он был построен более 150 лет назад. Дважды попала под обстрел России Святогорская лавра. Одна из трех украинских лавр, которая является одной из духовных святынь Украины и всего православного мира. От регулярных обстрелов и ракетных ударов более всего на территории Украины пострадали религиозные здания. 144 повреждено или уничтожено полностью. Эксперты считают, российские войска специально уничтожают объекты культурного наследия Украины. Я считаю, что необходимо рассматривать эти действия России в контексте общего геноцида Украины и украинцев. Потому что есть большое количество информации о том, что российские войска совершают эти действия для того, чтобы уничтожить культурное наследие Украины. При этом больше всего удалось зафиксировать подобных преступлений в Харьковской области. 97 случаев, из которых 80, в самом Харькове и его окрестностях. Вот мы видим такую дыру под крышу, прямо ракета упала, поэтому может и так быстро все занялось. Одно из самых знаковых военных преступлений россиян – уничтожение национального литературно-мемориального музея Григория Сковороды, где украинский философ провел свои последние годы жизни. Вот так выглядит сегодня комната, в которой отдыхал и работал Григорий Савич. Всю ночь дежурил в музее мой сын. Чувства не передать. Боль за сына, боль за музей. Все сразу смешалось. В этом году весь мир чествует нашего мудрого философа Григория Савича Сковороду. 300 лет. И в 300-летие, когда весь мир отмечает этот юбилей, снаряд попал именно в мемориальный дом Сковороды. По состоянию на 24 июня Министерство культуры и информационной политики Украины зафиксировало 396 случаев военных преступлений россиян против украинского культурного наследия. Напомним, разрушение объектов культурного наследия считается военным преступлением согласно Гаазской конвенции 1954 года. Россияне на нашей земле уничтожают все, что украинцы создавали веками. Враги убивают наших детей, взрослых, пожилых людей, как военных, так и гражданских. Преступники пытаются стереть с лица земли идентичность и культуру всего народа. Мы продолжаем фиксировать преступления россиян и привлекать внимание мирового сообщества, чтобы эта страна была наказана и отстранена от участия в культурной и информационной жизни цивилизованного мира. Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины. По данным Минкульта, Украина известно о полном разрушении 9 объектов культурного наследия в Донецкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях. О состоянии еще 25 из-за постоянных обстрелов остается неизвестным. Пока продолжается полномасштабная война, судьба объектов культурного наследия Украины остается под угрозой по всей территории страны. Виктория Синько, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA. Мы продолжаем наш эфир и вот в эту тему, в продолжение этой темы мы сейчас будем ее обсуждать. Единственное, хочется добавить информацию по данным украинского Минкульта. На сегодня зафиксировано 396 военных преступлений российских войск против объектов культурного наследия Украины. Давайте обратим внимание сейчас на карту Украины. В этом разрезе больше всего таких преступлений в Харьковской области 97 эпизодов, в Донецкой области 92, из них 61 в Мариуполе, 70 эпизодов в Киевской области, больше всего в Бучанском районе. Кроме того, известно о полном разрушении 9 объектов культурного наследия в Донецкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях. В состоянии еще 25 остается неизвестно. Министерство культуры Украины продолжает фиксировать преступления россиян при помощи национальной платформы, где собираются все такие факты. И ООН уже создала фонд, предназначенный для деятельности и поддержки культурного наследия Украины. Объявила о сборе взносов от государств члена с целью быстрого реагирования, отмечает ЮНЕСКО. Также в организации добавили, что занимается созданием целевой группы по охране культурных ценностей. Группа будет базироваться в Киеве и вскоре направит на места миссию экспертов. Давайте услышим генерального директора ЮНЕСКО. Екатерина Чуева. Министр культуры и информационной политики по вопросам европейской интеграции присоединяется к нашему эфиру. Екатерина, приветствуем вас. Добрый день. Как наслышно, Екатерина. Добрый день. Да, периодически бывают проблемы со связью, работаем в прямом эфире. Но я уверен, что это не помешает нашему общению. Екатерина, мы вот, Лейла только что показала в эфире, просто я считаю, катастрофические... Я правда, я тоже на этом хотела акцентировать внимание еще раз. Катастрофические последствия, вот, разрушений культурного наследия. Также в материале наших коллег шла речь о том, что сейчас Министерство культуры и информационной политики максимально фиксирует эти разрушения. Но президент Зеленский в своих обращениях каждый день говорит о том, что восстановим и отстроим. Есть ли такие планы, скажите, пожалуйста, и в культурном наследии? Да, мы очень надеемся, что работа с объектами культурного наследия будет действительно одним из приоритетов. Хотя, в отличие от многих других проектов, например, проектов инфраструктурных и особенно проектов, которые касаются восстановления жилого фонда, это необходимо делать гораздо медленнее и гораздо тщательнее в смысле планирования. Потому что любая работа с восстановлением, с реставрацией памятников требует большой, значительной доли внимания, которое уделяется, собственно, проектам. То есть это исследование объекта, это исследование его свойств, прошу прощения, падает камера, исследование его степени поврежденности. И, например, в тех случаях, когда дом, жилой дом, например, современный, ну или достаточно современный, там, второй половины 20 века, может быть признан подлежащим сносу, то в объектах, когда мы работаем с объектами культурного наследия, ситуация другая. Как правило, даже тяжело поврежденные объекты так или иначе будут восстанавливаться. И восстановление в данном случае это термин, который не применяется, собственно, в юридическом поле относительно памятников культурного наследия. Но, тем не менее, когда объект очень сильно поврежден, то, безусловно, в процессе реставрации какая-то его часть может быть реконструирована с использованием уже, безусловно, современных материалов или реконструирована, или адаптирована, например. Если часть здания повреждена, и мы понимаем, что восстановить его в том существовавшем до разрушения Лидии невозможно по какой-либо причине, может быть найдено какое-то другое архитектурное или инженерное решение. И здесь мы очень надеемся на помощь международных партнеров, потому что Украина имеет, безусловно, свой опыт и свою школу реставрации объектов культурного наследия. Но мы также хотели бы привлечь тот опыт, который практикуют, например, коллеги из Нидерландов или других стран, в которых есть очень высокие стандарты реставрации объектов культурного наследия. Важный вопрос. В связи с такими постоянными обстрелами российской армии, ракетные удары по культурному наследию, скажите, пожалуйста, вот в Министерстве культуры и информационной политики расценивают ли это так, чтобы по факту, что основной целью таких ударов по культурному наследию является удаление украинской истории? По факту переписание учебников, образно говоря. Как это расценивают в Министерстве? Мне кажется, что здесь нужно разделить нашу эмоциональную оценку и те наблюдения, которые есть на сегодняшний день. Мы видим две тенденции. Мы видим то, что объекты попадают под удар независимо от того, являются ли они объектами культурного наследия непосредственно, потому что во время артиллерийских обстрелов или ракетных обстрелов, к сожалению, очень часто такие объекты повреждаются, хотя могут и не быть прямой целью. Но есть также и случаи, которые, очевидно, мы можем так интерпретировать. Например, уже известный всем случай с музеем Сковороды в Харьковской области, когда ракета, собственно, прилетела конкретно в это здание конца XVIII века, где свои последние годы жизни провел Григорий Сковорода. И это такой вопиющий случай, потому что рядом ничего напоминающего даже какие-либо, как говорят российские представители власти, объекты военные или что-то в этом духе, ничего рядом подобного не расположено. И более того, к счастью, пока не повторялись такие обстрелы этого населенного пункта. И поэтому у нас нет другой интерпретации, как только признать, что это был специально нанесенный удар по конкретному объекту культурного наследия, по музею Григория Сковороды, который является достаточно известной личностью и философом и в Украине, и на территории России, по крайней мере, о нем слышали точно. И поэтому здесь мы мониторим эту ситуацию, и как только наберется еще некоторое количество сведений о намеренных разрушениях, они точно так же будут нами представлены публике. Кроме того, мы видим такие факты, как, например, уничтожение книг из библиотек. То, что произошло в Мариуполе, буквально на днях уничтожение библиотеки одного из храмов. То есть это сознательные, безусловно, вещи, которые делаются сознательно, и здесь и оценка должна быть соответствующей. То есть мы понимаем, что против культуры Украины, против истории этой культуры, против тех вкладов, которые Украина привнесла, собственно, в развитие мировой культуры, эта война тоже ведется. Если, в принципе, поскольку культура лежит в основе самоидентичности общества, то, по сути, это и является основной целью. Но реализуется это различным образом, как мы видим. Продолжим, немножечко поговорим о том, как мы можем, ну, скажем так, защититься в данное время, имея уже вот этот фактаж, про который вы сейчас начали говорить. И я вспомню Гаагскую конвенцию, да. Все-таки разрушение объектов культурного наследия есть военным преступлением. Гаагская конвенция, 1954 год. И я хочу озвучить нашим зрителям, что Украина присоединилась к этой конвенции в 2020 году. Как мы можем действовать далее? Вот собирается фактаж. Мы сегодня просто у нас как-то перекликаются темы. Мы говорили про военные преступления со стороны военных Российской Федерации, да. И мы говорили о том, как может быть создан тот же трибунал ООН, как может вообще развиваться эта история. И говорили про внутренние процессы, про внутренние судебные истории, которые уже есть и есть у нас уже фактаж. Как же здесь мы можем действовать? Я вам простые вопросы озвучу. Нужно сдать окончание войны для того, чтобы эти процессы как-то стартовали. Понятно, что фактаж уже сейчас может собираться. Но как может действовать Украина для того, чтобы, возможно, в будущем, используя даже Гаагскую конвенцию, можно будет возместить ущерб, репарации те же и так далее, и так далее? Для этого необходимо проводить целый ряд мероприятий, которые в первую очередь связаны с документированием разрушений и оценкой этого ущерба. Для того, чтобы сведения могли быть использованы, например, в Международном криминальном суде, когда речь идет о военных преступлениях против человечества или против культурного наследия, в частности, нам необходимо собирать информацию очень детально, и эта информация должна соответствовать определенным стандартам. Собственно, поэтому сейчас мы работаем с международными партнерами, включая ЮНЕСКО, консультируемся, потому что с юридической точки зрения эти доказательства должны быть очень правильно оформлены, для того, чтобы их дальше использовать, и чтобы они были приняты в рассмотрении, например, международными судебными инстанциями. Поэтому такая работа уже начата, она ведется, но, к сожалению, поскольку и список разрушенных объектов уже большой, и он еще будет увеличиваться, и список этих утрат, мы тоже видим, что, к сожалению, пока что имеет только тенденцию возрастать. Думаю, что в общем, даже после окончания войны, все равно потребуется еще некое время для того, чтобы полностью задокументировать и собрать все необходимые данные. То есть сейчас, пока ведутся боевые действия, к целому ряду объектов или территорий мы вообще не имеем доступа, поэтому мы можем только на основании очень ограниченного набора данных предоставить некоторые выводы или свою информацию, собирая ее из разных источников, ее собираем не только мы, но собирают также офис генерального прокурора, собирают другие правоохранительные органы. Поэтому это работа целого ряда субъектов, в том числе и государственных органов, а также большая роль местной власти, поскольку многие объекты находятся либо у них на балансе, либо, по крайней мере, в их ведении на этих территориях, и, безусловно, для этого нужны объединенные усилия, для того, чтобы полностью всю эту информацию собрать, оформить нужным образом и передать дальше в судебные инстанции, которые будут рассматривать, соответственно, вопросы компенсации, репарации и так далее. Поэтому здесь это большая работа, это работа, которая требует вовлеченности большого количества специалистов на местах, в центральных органах власти, ну и надеемся, что она будет успешной, потому что в любом случае документирование этих разрушений и утрат, оно нам необходимо, мы должны сами понимать, с чем мы имеем дело, мы должны понимать, от чего отталкиваться, когда говорим о реставрации, о восстановлении, когда просим, например, о финансовой поддержке зарубежных партнеров и так далее. Поэтому эта работа идет, она не очень быстро движется, но она должна быть очень тщательно выполнена. Спасибо. Спасибо, Екатерина, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру, прокомментировать такую важную тему. Екатерина Чуева, заместитель министра культуры и информационной политики по вопросам европейской интеграции. Была напрямую связь с нашей студией. И в завершении темы еще добавим одну новость. Светогорская Лаура, музей Григория Сковороды, десятки других знаковых культурных объектов и памяток уже подверглись варовским атакам со стороны российских войск. В то же время некоторые списки объектов культурного наследия Украины намного шире официальны. Вот пример. Инициатива по спасению культуры Смитсонского института оценивает это число в более чем 28 тысяч, из которых 458 потенциально находятся в опасности. Как отмечают в этом институте, Россия также устанавливает новые памятники, чтобы отметить свое право на оккупированную украинскую землю и на ее историю. И хотя такие действия, очевидно, являются преднамеренными, доказать преднамеренность уничтожения объектов культурного наследия сложнее. Об этом сказал доктор Ричард Курин в интервью Биллингетт. Давайте услышим. Допустим, вы стремитесь уничтожить район. И так вышло, что там есть музей. Это намеренно? Ну, конечно, было намерение нацелить артиллерию и бомбы. Преследовали ли они какую-то конкретную статую или картину? Этого мы не можем установить по имеющимся у нас данным. Но предоставление данных может, по крайней мере, дать ряд подсказок. Ричард Курин, полномочный посол Смитсоновского института, из интервью Биллингетт.